здравствуйте друзья почти ночь тут часов 8 вечера вы слышите как дождь стучит по крыше а я значит зачитываю вам вопрос видите даже бумажечки промокли пока машине тут нес вопрос видел пару ваших видео где вы рассуждаете о том как реагировать на негативное отношение к отъезду со стороны родителей но вот что делать с таким отношением со стороны детей ведь данный отъезд напрямую их касается и совсем игнорировать их мнение нельзя у меня две девочки по 8 лет у них здесь все хорошо любящие бабушки двоюродные сестры и брат неплохая школа им понятно им непонятно зачем ехать другую страну где не будет родных кроме родителей да и ко всему где все на другом языке которого они пока не знают я им предлагаю давайте съездим на год походите в новую школу может она вам больше понравится что конечно не факт без языка да они чуть ли не в слезы бросаются от таких идей а мы и не знаем как объяснить это кроме как нашими хотелками у меня с женой никакой острой необходимости в переезде нет наверное здесь все начинается конечно мы хотим попробовать для себя жизнь другой стране если все сложится так что нам эта жизнь больше понравится чем в родном городе то остаться конечно думаю мы и о перспективах на 10-20 лет вперед из-за чего и хотим осуществить данный эксперимент но надо с чего-то небольшого начать и нужно чтобы климат в семье не пострадал из-за каких-то далеких целей в итоге получается что у нас никаких веских аргументов актуальных для детей нет кроме того что это своего рода приключения путешествовать дети любят и мы даже три месяца жили в израиле но год для них сейчас воспринимается как что-то безумно долгое может у вас будут мысли чтобы нам лучше сделать в данной ситуации не обращать внимание на их мнение думая о том что это для их благо так мне почему-то кажется не очень правильно отложить этот вопрос выгодить что с возрастом все будет становиться гораздо сложнее других вариантов не видится заранее спасибо за ответ и спасибо за ваш канал который я всегда с интересом слушаю андрей 32 года россия вот ну что ж друзья такая вот ситуация давайте мы разделим на две части что ли значит часть первая это как быть с детьми восьмилетними я на самом деле ну вот детей у меня таких маленьких нету конечно у меня уже слава богу большая девочка но зато у меня есть внучка очень близкая по возрасту вот ей 9 лет ну может быть скоро 10 будет на всяком случае я очень хорошо понимаю что такой восьмилетний ребенок и я понимаю насколько это взрослый уже человек то есть я как-то знаете забылась а вот как бы по второму кругу когда пошло на внуков я вижу насколько это взрослый уже человек но тут тонкость вот какая-то если речь идет сугубо о детях то детям можно сказать абсолютно все что угодно вы можете сказать ребята у папы командировка мы будем жить возле диснейленда так и если хотите там купим абонемент будем каждый там будем раз неделю ходить диснейленд если вы будете хорошо себя вести допустим вот можно так да значит вопрос о том что есть там бабушки и дедушки и все остальные вы ведь и девки есть skype безусловно вы должны общаться и дедушка и бабушка иначе вообще русский язык позабудите в общем никаких проблем нет значит едем на год да вот на год не надо говорить если понравится если чего то там если да пройдет пройдет три месяца они как бы сами очень легко впишутся и ну скорее всего так как так произойдет тем более что их двое они пойдут школу у них там появятся новые друзья новые впечатления все такое почем разговор вообще должны то есть с детьми как раз все очень просто и они они примут в то и мере в какой это ваши дети в той мере в какой они как вам сказать видят что это как бы ну ну все родители они же семья они же если вы начинаете спрашивать как равных выгодите давайте посоветуемся давайте мы все вместе решим и так далее вы можете купить килограмм шоколадных конфет так и сказать девки вот мы хотим с вами посоветоваться что делать значит выдавать вам по одной конфете раз в день так чтобы нам хватило на целый месяц или будем есть сколько влезет а там посмотрим чего будет дальше я вам скажу что будет ну ну я не знаю конкретно вашей семье но понятно же что ну чё же мы тут не первый раз на свете там правильно живем вот поэтому ха ха еще дети а взрослые вы на взрослых посмотрите ну особенно если это будут не конфеты например а я не знаю там бутылка например что будем делать с бутылкой каждый день по 50 грамм или там стакан утром стакан вечером поэтому я я утрирую конечно но я просто к чему расскажу дети да но они вот так и вы их ставите в такое положение в котором они начинают вместо того чтобы подстраиваться под родителей под семью эти вы даете им какое-то ощущение вот ну как бы что они тоже вожаки в стае в стае может быть только один вожак вот если у вас какая-то собака была то вы знаете что собаку нельзя портить собака должна знать у нее есть хозяин мы мы не переносим это на детей конечно мы просто говорю буквально но мы говорим о том что в семье есть организация есть структура я сейчас вот выходил когда из своего офиса проходил мимо нашего кафетерия ну на смысле в офисе в нашем там такая кухонька и там перерыв как раз было студенты что-то там закусывали болтали я им прочитал вот это письмо прочитал по-английски потому что один из присутствующих был такой мужик серьезный лет сорока из ирана иранец он внимательно слушал письмо значит но так он такой выдержанный такой молчит там русский там что-то такое разговаривает он молчит и я ему говорю в иранской семье нет такой проблемы правда хвост так плечами пожимает нет и в иранской семье если отец сказал значит кто же там еще будет чего это самое давайте его поэтому вы собственно тоже ведь не в швейцарии пока живете не в голландии там в общем то как бы сказать ну да так вот я считаю что главное заковыка не в том что у детей родственники что они вот хотели бы с ними продолжать общение и не в том что даже что вы им дали возможность принимать решения какие-то которые они на самом деле не должны по возрасту принимать то есть у них есть свой какой-то круг дел которые они должны нести ответственность вот вы их дело дело не в этом и дело даже не в том знаете я мог бы вам простенько сказать вот допустим представьте себе что вашим детям сейчас не восемь лет а им вот как вам вот там 32 и вы вы себе не представите как быстро это все произойдет вот еще 24 года и все мяукнуть не успеете понимаете как быстренько это все получится представьте себе теперь что им по 32 и у них свои девочки там по 8 по 67 там у кого какие и они вам говорят папа что ж ты твою мать так и не уехал то что же вот мы теперь вот 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 это все из-за чего как же ты мог а вы им скажете а вот а вы не хотели я же вас спрашивал вы же не хотели я же не мог вас насильно заставлять они скажут ты чё отец ты ты чё взрослый мужик ты чё говоришь но как как вы им то потом объяснить когда им будет 32 а вам соответственно там 56 до поэтому чё что у меня самого такая дочь вот сколько я я ее старше на 23 года вот вы своих на 24 я свои на 23 вот 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 она мне сейчас тоже можно сказать а как же ты так то я бы вот понимаешь не понимал да поэтому вот это мера вашей ответственности вы не перед восьмилетними отвечаете сейчас вы отвечаете перед тридцатилетними вы отвечаете перед внуками которые у вас будут которые скажут что ж ты то что же ты вот где ваша ответственность но в этот момент мы подходим к главному вопросу а на котором строится вот вот вся эта история которая описана в письме значит все это строится на том что вы сами толком не знаете зачем то есть у вас в целом хорошо у вас хорошая семья что сама по себе очень здорово конечно и господи тоже тоже говорит и вроде школа у детей хорошая это наверно вы зарабатываете нормально то есть вам хватает у вас нет ощущения что в этом бедствуете и так далее и вы думаете а что же нам ехать то ё-моё но у вас есть какой-то смутный такой зов смутный и вот эта смутность она передается детям дети говорят а чего нам-то им самим не надо понимаете вам то тоже не надо дети говорят им не надо они дурью маются они может так не говорят но они же это чувствуют они они же дети там не интуитивные они вот это вот невербальная это коммуникейшн да нет хорошо понимаю гораздо лучше чем многие другие там возраста я не готов родителям это нафиг не надо они чет себе придумали зачем придумали не знаю вот там есть масса нет на эту тему все они сводятся к тому что в конце когда что-то там приключилось значит спрашивают и больно же тебе было иван царевич ходить за 3 9 земель искать приключения на собственную задницу и вот они вот это вот чувствуют что вы ищите приключения на собственную задницу а подставляйте их задницу вместо своей ну или вместе со своей что тоже не не намного лучше поэтому я думаю что ситуация это разрешится в тот момент когда вы сядете спокойненько так сядете женой вместе меня послушайте да вот все таки вы ваш семья и мне очень нравится что у вас вот это к семейной линии очень сильно проходит очень сильно проходит то есть у вас семья и родители там дедушки бабушки двоюродные туда-сюда вы с женой тоже вместе хотите вы продумайте вы может быть даже с родителями посоветуйте я не знаю как родители к этому относятся вот дедушки бабушки как относятся потому что вам на самом деле их поддержка тоже не мешает даже бы даже наоборот но дедушки бабушки вас точно также не поймут как вас сейчас не понимают восьмилетние девочки потому что вы сами не знаете что хотите вам эти ваши родители скажут а чего вы ее что вам не так я был в этой ситуации абсолютно в такой же ситуации когда мысль и когда я закончил институт это был 70 восьмой год семьдесят восьмой год как раз за годик вот до афганистана я закончил институт и это было время когда еще на излете но еще работала функционировал вот та иммиграция которая была перед нашей волной вот так иммиграция семидесятых вот и я закончил институт меня мордой об асфальт отбила на распределение вот по этой еврейской части там я не хочу подробно рассказывать но в общем мне досталось как следует и настроение было очень испоганено и вот примерно такое же как когда я после школы поступал и выяснялось что куда то можно поступать а куда то нельзя но кому то нельзя кому то конечно можно и вот у меня было бы такое поганое настроение и света моя тоже как бы очень переживала и а я такой еще был знаете я как сказать я был круглый отличника за пять лет ни одной четверки не получил и как-то ну казалось что что-то такое я могу на что-то такое претендовать там при распределении какие-то работы интересные или что-то выяснилось что нет выяснилось что нет вот телефонную станцию там пожалуйста и ну вот еще чудо было что вот этот цкб министерство связи куда меня взяли но там от ну там и были одни евреи там других почти не было вот нас был отдел 25 человек или 22 и две половинки понимаете вот я куда попал и вот в этом состоянии значит как раз уехал в это время во первых уезжал алекс вот тот самый алекс который с потолками натяжными у нас есть плейлист называется прогулки с алексом вот он как раз тогда примерно в это время значит подал он правда не сразу уехал там пару лет подержали в отказе они были там еще что-то в общем там более сложная была у него история а еще уезжали в это время из киева друзья моей жены вот ее одноклассница с мужем те из вас кто наш канал давно смотрит вот мы с ними путешествовали по италии вот это вот эти ребята они сейчас под нью-йорком там живут в коннектикте вот и они как раз тогда уехали они уехали в семьдесят восьмом и вот у нас вот такая была значит и тут до родителей моих доходит отец уже в отставке был то есть не то чтобы но это был 78 год понимаете это время было более жесткой чем сейчас и из партии исключали родителей даже не не тех кто уезжал а вот скажем родители должны были нам подписать что нет материальных претензий за это исключали из партии отец боялся в этом пенсии лишат военные там и так далее как жить вообще там позор что люди скажут там еще что-то еще и вот это все и они не понимали нас они говорили не только они там еще родственники были они говорили ребята что что с вами говорили они у вас отдельная квартира в москве у вас там я не знаю у вас работа у вас ребенок у вас друзья у вас ну что вам не хватает ну что но вот что есть такое на свете чего вам еще нужно было бы и у вас нет ну по большому счету но в принципиальном плане но но важно ну ну что и вот я был точно в этой же в этой же сами с самой ситуации я вам расскажу анекдот похожий ситуационно похожий анекдот как вызывают евреев кгб тех лет анекдот и говорят израиль мосеевич выгодь подали на выезд в израиль он где да это что вам что-то здесь не нравится в ссср как 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 не нравится мне все нравится нет нет ну правда ну что у вас работой плохо да отлично у меня сработает ну а что может быть у вас там я не знаю где-то вас там обижают или там притеснять или что вы такое говорите где меня предмет я абсолютно все бы это он говорит так что ж ты жидовская морда и тот говорит о вспомнил вспомнил вот поэтому вы вспомните что-то вспомните чего вы собрались то у вас все то что у вас все хорошо я понял а то что у вас раньше я не понял я не понял давайте и как только вы это поймете когда вы поймете вы поймете это для себя вы поймете это для детей вы поймете это для родителей и для тех людей которые вас реально любят там переживают за вас и так далее и они вам скажут давайте ребята давайте но вы должны для себя понять если вы будете их приглашать в партнеры по принятию решений у вас не получится вы должны для себя понять и тогда вас поддержат поддерживать, понимаете, поддержку может получить только тот человек, который знает, чего он хочет и готов за это бороться, и тогда все остальные люди говорят, мы с тобой, мы тебе будем помогать, когда человек говорит, я не знаю, и он говорит, иди лучше покушай там рыбки, осетринки покушай холодного копчения, что ты ерундой занимаешься, а еще лучше горячего, и все, понимаете, ладно, приехал я домой, счастливо и всех вам благ. Субтитры создавал DimaTorzok